Теория самодетерминации, которую мы описали в предыдущем видео, пробует ответить на вопрос, какой должна быть мотивация, чтобы вести человека к оптимальному функционированию и психологическому благополучию. Ответ содержится в понятии так называемого континуума мотивации. Это градация типов мотивации от полностью внешней к полностью внутренней. Выделяется пять типов мотивации, и все они присутствуют в нашей жизни параллельно друг к другу. Но чем больше выражена внутренняя и близкие к ней мотивации, тем успешнее выходит самодеятельность, и тем больше пользы мы получаем для качества жизни. Опишем подробнее все пять типов. Экстернальная мотивация – это самый внешний полюс мотивации. Регуляция деятельности здесь осуществляется по принципу кнута и пряника. Я хочу получить эту награду или сбежать этого наказания, поэтому я буду делать то, что нужно. При этом кнут и пряник могут быть совершенно не связаны с мотивируемой деятельностью. А сама деятельность переживается с некоторой отстраненностью. Далее, интроэцированная мотивация. Здесь появляется первый проблеск внутренней мотивации. Внутренность изначально внешней мотивации появляется тогда, когда мы привносим в нее некоторую личную значимость. На самом базовом уровне эта значимость возникает так. От результатов моей деятельности зависит то, как обо мне будут думать другие. Поэтому это важно лично для меня. Поэтому я буду это делать. Можно сказать, что на данном этапе деятельность направляется желанием поддержать самооценку и сильно зависит от сферы отношений с другими людьми. Здесь все еще есть кнут и пряник, но перешедшие внутрь самого человека. Пряником тут будет, например, гордость за себя, а кнутом такие чувства, как вина или стыд. Третье. Идентифицированная мотивация. Мы приближаемся еще на шаг ближе к внутренней мотивации. Здесь значимой становится сама цель деятельности, а не оторванная от нее внешняя выгода или угроза. И регуляция принимает такую форму. Я буду это делать, потому что лично для меня это важно. Теперь человек опирается на принятые ценности, которые он из внешней среды принял внутрь себя. Иначе говоря, идентифицировался с ними. Отсюда и название этого типа мотивации. И хотя эти ценности не полностью исходят от самой личности, они уже представляют собой внутренний ориентир, а не внешнюю мотивировку. Интегрированная мотивация. Здесь достигается максимум внутренней регуляции в изначально внешней мотивации. Присвоенные ценности интегрируются человеком в согласованную внутреннюю систему координат. Деятельность направляется всей этой системой, согласованной с центральными представлениями человека о самом себе. По своему качеству интегрированная мотивация зачастую переживается так же, как внутренняя, однако она все еще не ориентирована на сам процесс и приносит не так уж много удовольствия. Пятый тип мотивации – это внутренняя мотивация. От всех вышеперечисленных подвидов внешней мотивации внутренняя мотивация отличается ориентированностью на процесс. Собственно, мотивирующим аспектом в ней становится то, что деятельность приносит удовлетворение сама по себе, вне зависимости от результата. Внутренняя мотивация – это внутреннее побуждение человека к деятельности при отсутствии внешних стимулов. Иначе она называется автономной мотивацией. Такая мотивация открывает для человека путь к более успешному социальному развитию, к осмысленной и счастливой жизни. Разумеется, это очень хорошо, когда деятельность познания, академическая активность, хотя бы отчасти переживается как внутренне мотивированная. При этом совсем без внешней мотивации жить невозможно. Компромиссы между разными интересами разных людей, подкрепленные внешними факторами, являются неотъемлемой частью нашей повседневной деятельности. Школьная реальность чрезвычайно разнообразна, и там найдется место и внешним социальным мотивам, таким как конкуренция или желание получить одобрение, и внутренним мотивам и ценностям, таким как чувство долга или справедливости. Поэтому полимотивированность – это нормально. Однако стремиться к преобладанию внутренней мотивации все же стоит. И здесь мы можем задать вопрос, от чего зависит, насколько успешно человек переходит от внешней мотивации к внутренней? Без сомнения, в этом поможет концепция базовых психологических потребностей, которой посвящено отдельное видео. Для диагностики качества мотивации к учебе данном методическом пособии есть опросник академической саморегуляции учеников начальных и средних классов. С его помощью вы можете определить степень выраженности ученика разных типов мотивации, а также общую выраженность самодетерминации. Также вы можете использовать шкалу академической мотивации школьников, предназначенную для более старших возрастов. При этом в этой шкале в рамках внутренней мотивации вы можете посмотреть отдельные мотивы. это стремление узнавать новое и понимать сам процесс обучения, это мотив к достижениям, например, к решению трудных задач, и это мотив к саморазвитию и ощущению компетентности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok